Друзья, приветствую! Подписчик из Питера привез мне образцы масла Mobil 1 ESP 530, в общем-то хорошо знакомое, но образец необычный. Образец из ниссановского мотора VQ35, 3,5 литра объемом, но с уменьшенным картером. Вместо 4,7, как было раньше, в этом моторе 3,5 литра. Это у нас Infiniti QX60, объем картера, как я уже сказал, 3,5 литра, общий пробег 190 тысяч километров, пробег на масле 7900, при средней скорости 39 км в час, 202 мм в час. Значит, было много трассы, была высокая скорость, со слов владельца. И давайте посмотрим, как проявит себя в таких сложных условиях топовый Mobil 1 ESP. Все-таки 3,5 литра, это должен быть и расход большой, и мощность высокая. Посмотрите, противоизносных присадок 43%, уже начали подрабатываться. Гликоля 4,10, тоже на этот момент стоит обратить внимание, нитрование нарастает, еще в зеленой зоне, но уже такое. Значит, показатели приближаются к желтой. Сажа 1,00, отлично процесс сгорания происходит. Ну, здесь возможно, что эта высокая скорость повлияла. Кислотная 2,71, тоже отлично на пол единицы всего выросла. И щелочное 5. Значит, воды, кстати, столько же, сколько в свежем. Запас еще есть, но вот единственная подработка по противоизноске. Но здесь стоит учитывать, здесь много эстеров, они часть противоизносных функций как бы несут на себе. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Да, кстати, этот образец свежего не от владельца, а кто-то из подписчиков присылал, проверял я масло. Ну и вот сравню с ним. То есть, здесь надо держать в голове, что возможно, что чуть-чуть разные партии. Так, давайте посмотрим. Смотрите, как вязкость практически не изменилась. Если присмотреться, есть минимальное загущение, 3% из 100. То есть, возможно, здесь превышение есть в камере сгорания температуры. Чуть-чуть загущает масло. Может быть, если есть в этом моторе EGR, может это работа EGR, он подзабит. Значит, ну или, как я говорил, что на высоких оборотах, может быть, чуть-чуть не хватает топлива, чтобы форсунки охлаждали камеру сгорания. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажимать колокольчик. Ну и вот такой прогноз. Мощь и нейтрализующие свойства 12900 километров в данном автомобиле при данных условиях эксплуатации, 330 моточасов. Ну и приговорено масло. Мною приговорено. Значит, я как прокурор. По нитрованию оксиды азота 274 моточаса и 10700 километров. Да, здесь варианты могут быть разные. Это может быть воздушный фильтр, забитый или контрафактный, например. Как в одном из прошлых видео был пример контрафактного двигателя. Вот так отражается. Забит катализатор все-таки 190 тысяч, вполне вероятно. Ну и неизвестный момент по масложору. Если есть масложор, если есть картерные газы, то возможно и ускоренное окисление. Хотя здесь нет, не похоже на ускоренное окисление. Кислотное не сильно наросло. Но, тем не менее, это высокие обороты. Может быть и даже подзагаженные радиаторы дают все-таки загущение минимальное. Дают недостаточное охлаждение даже того же антифриза. Да, кстати, еще стоит владельцу обратить внимание на антифриз. Поискать может эмульсия, может быть было снижение уровня антифриза. Потому что 0,4 в принципе такой показатель, я бы сказал, тревожный немножко. Возможно, на оборотах чуть-чуть где-то попадает антифриз через какой-нибудь теплообменник. Но, тем не менее, масло, на мой взгляд, отработало очень достойно. С такой мощностью, с таким объемом. Объем напрямую связан с расходом топлива. Простите, вот, и поэтому я считаю, что отработало оно очень достойно. Ну, Mobil 1, ESP, топовое масло. Вот, ну, вот такой получился тест. Благодарю владельцу за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующем видео. Пока.